Здравствуйте, дорогие девушки! Я работаю визажистом уже практически 25 лет, ну и, наверное, у каждого мастера должно быть портфолио красивых фотографий с каким-нибудь оригинальным макияжем. И я думаю, что вы, глядя на других визажистов, видите, да, что там такие фотографии шикарные, и у девушки макияж там прямо и такой, и сякой, и стрелки длинные, и большие, и маленькие, и все такое много цвета, ну просто роскошно, роскошно! Я решила, что я тоже должна это показать, что я тоже это умею делать. Девственно чистые глаза, тональный крем я оставила, нанесла немножечко консилер, и сейчас я буду делать яркие синие стрелки. Пожалуй, прямо с них и начнем. И сделаю их достаточно большие, потому что на всех фотографиях у девушек в Инстаграме очень большие красивые глаза. У меня не такие они большие, поэтому придется увеличивать достаточно масштабно. Так, карандашом прям прорисовываю последствия, чтобы стрелки были видны, иначе если сделать потихонечку, то не видно. О-о-о! Посмотрите, какая красота! Ну в принципе, уже красиво! Прелестно! Когда смотришь на всяких видяшках, и наверняка вы смотрите, думаете, ну тоже так же хочу, ну красиво же, ну вообще просто хочу, как на картинке. Так как картинка может очень многое уменьшить, и интенсивность цвета убрать, поэтому, как правило, такой макияж делается очень-очень интенсивно по цвету. И еще, что самое главное, амплитуда коррекции делается большое. Вот смотрите, чуть-чуть отдаляюсь, практически не видно, придется еще усиливать. Так, сейчас немножечко корректора, чтобы тени у меня получше приклеивались. Интересно, все накупили палетки теней с ярко-оранжевым цветом? Они же такие были актуальны. Весь инстаграм все повально делали макияж, и до сих пор еще делают оранжевыми тенями. А нельзя от трендов отступать. Нет, конечно, когда вот так красишься, думаешь, какая красотища, какое буйство красок. А учитывая, что у меня глаза-то не особо большие, поэтому, чтобы их увеличить, нужно теперь сделать рисунок мне темными тенями и сделать такую, как говорят, сложную складку, то есть увеличить. Если у меня были огромные глаза, то, в принципе, можно было бы обойтись просто вот этими рыжими тенями, и было бы уже красиво. Так, но нужно глазик поддержать. Тень нарисовала поярче, стрелка стала бледненькая. Сейчас буду ее дублировать тенями, чтобы делать ярче. Это все уже куда-то пропало, была такая яркая. Теперь, конечно же, нужно прорисовать верхнюю нежресничную стрелку, потому что, иначе, получается глаз такой совсем лысый. Мне кажется, без блесточек как-то скучно. Добавим красок. Особенно на фотографиях блеск, он, конечно же, дает такой прям роскошный-роскошный эффект. Теперь нужно реснички приклеить. Не последний штрих. Приклеить нужно ресницы. Готово. Ресницы, конечно, посмотрите сразу же. Делают всю красоту. Но это еще не конечный вариант. Нужно еще сверху прорисовать стрелку. Сейчас обстрелила второй глаз, и потом сверху рисую стрелки. Теперь самое главное, сделать это симметрично. Видите, вот смотрю в зеркало, кажется, стрелка просто огромная. А сравнивая с этим глазиком, получается, что видно, что она маленькая. Нужно шире делать. Это я уже практически даже ширина ниже моих собственных ресниц. Немного заколисной работы, когда все сыпется. На определенном этапе грязный макияж. Теперь, посмотрите, как правило, когда очень яркий макияж глаз, то необходимо более плотно сделать тон. Это классика. Это знают все визажисты. Даже при том, что у меня кожа была достаточно ровная, красивая, то с таким макияжем, видите, как будто бы она становится не такой совершенной. Поэтому, как правило, добавляются тональные средства для того, чтобы сделать вот для этого фона, для такого макияжа глаз, идеальную ровную кожу, которая, как я только что сказала, будет как раз вот этим безупречным фоном. Видите, сразу глаза, они как будто становятся более совершенные. Без этого никак. Видите, как красиво. Так. Пудра. Немножко моделирование бронзером. И этим же бронзером по всему лицу розовинки уже на смуглую кожу. Так. Чуть-чуть брови оформить нужно. Без этого никак. Брови нужно сначала расчесать. И в данном макияже, мне кажется, их сделать нужно более нежные. То есть не такие графичные. Иначе это будет перебор. Чуть-чуть делаю пошире. Потому что глаза увеличила-то в два раза. Если не в три. Брови такие оставлять нельзя. То есть нужно немножко уравновесить. То есть видите, как автоматически. Сделали больше глаза. Приходится делать больше брови. Иначе только с одной зоной поработали. Другую не тронули. Не увеличили. То-то, да? Дисбаланс. Ну и остался блеск для куб. Четкий контур делать не буду. Будет перебор также. То, что весь фокус сейчас идет на глаза. Поэтому оставим более натуральный контур. Так. Ну и немножечко проблемы с волосами. Дорогие девушки. Ну вот, пожалуйста. То, что я хотела с инстаграмом. Фильтром. Совсем другой эффект. Согласна? Конечно, очень красиво. Немножко ресничка загнулась. Очень красиво. Мне самой нравится. Хожу вот тут в зеркало, осмотрюсь. Конечно, так ярко. Такие огромные глаза. Ну как бы все здорово. Но куда я так пойду? Я сейчас реально пойду умываться. Во-первых, немножко некомфортно глазам. Потому что такое обилие косметики. Особенно если вы не привыкли. Они уже начинают чесаться и слезать. Слезятся. Это первый момент. Второй момент. Вот куда я так пойду? Ну куда? Ну это реально сделать только фотосессию. Немножечко покрасоваться перед зеркалом, перед камерой. Запечатлеть себя красиво. И все. Ну что? Я пойду смешить молодежь таким макияжем? Или что? Я пойду к своим друзьям. Они меня просто мужчины засмеют. Честное слово скажет, Жанна, куда ты так нарядилась? И будет целый вечер прикалываться надо мной на тему, какая я яркая, разукрашенная. Для инстаграма сделать красивую фотку. Да, сейчас сделаю фотку красивую. Обязательно выложу. Вот. А так в принципе больше никуда. А давайте сейчас я покажу, как это выглядит без фильтра. Ну без фильтра это выглядит вот так. Большое количество косметики на лице. Амплитуда коррекции. Посмотрите, какая видите. Конечно, накладные ресницы при близком рассмотрении, они очень заметны. Что не скроешь. Тут получается из-за мимики начинает немножечко, ну чуть-чуть подтекать. Тоже такой естественный процесс. Очень много тонального средства, но без этого никак не обойтись. Ну и конечно, спустя какое-то время, так как тонального много, он будет проваливаться в моей морщинке. И поэтому лицо будет смотреться значительно старше. Это пока только сделан еще свежий макияж, более-менее выглядит симпатично. Но при близком рассмотрении, конечно, это будет шокирующе. Мне нравится. Я бы красилась так. Но вот действительно пойти куда-то в люди, я не знаю, на работу. Но работа, конечно, разная бывает, но все-таки это неприемлемо. Это одноразовая какая-то акция, фотография и все. Даже целый вечер проходить с таким макияжем кому-то будет совсем некомфортно. Но и нужна определенная обстановка, чтобы это было уместно. Поэтому я все-таки предпочитаю, когда макияж не такой активный. Потому что реально, если меня кто-то увидит первый раз, а потом меня увидит с натуральным, естественным макияжем, то меня просто не узнают. Поэтому действительно здесь вот есть вот этот элемент какой-то скрытой маски, что с одной стороны я такая вау-звезда, а с другой стороны вот потом раз и не вспомнит, кто это был с этим макияжем. Поэтому я, еще раз говорю, очень люблю, когда все естественно, натурально, красиво, и можно сделать яркий цветной макияж, но чтобы он был очень деликатный. Именно этому я и обучаю девушке. Поэтому подробно под этим видео есть ссылка в мою школу. Пожалуйста, приходите. А так вот пока посмотрите. Может быть, вы тоже захотите так попробовать, потому что эксперименты, они, конечно, дают такого немного драйва, особенно когда делается такой яркий макияж. Покрасоваться один денек, почему бы и нет. Спасибо вам за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok